Да, вот. Там я работал с кафедрой этого профессора Ларик Белл. Мы его звали Ларик Колокольчик. Понятно. Вот интересно вы рассказываете. Вот скажите, мне самая интересная психология людей в разных странах. Вот, например, у нас, ну, в Москве это понятно. Люди более загруженные, они такие сосредоточенные, вот идут. Там, может быть, сейчас гаджеты слушают какие-то, вот там. Я-то не выхожу пять лет на улицу. Но с другой стороны, вот я смотрю видео. А вы летали везде по всем странам. Вы в каких странах были, например? От Сингапура до западных Соединенных Штатов. Все по кругу. И даже на Аляске в Анкоридже был. Как там народ, народ? Отпланировал. Даже в Анкоридже был. Кстати, очень интересный город, там же есть до сих пор улица Ленина. Да что вы говорите. И город, конечно, очень оригинальный. И там вот эти вот чучела животных стоят. Огромные совершенно козлы белые, очень красивые. Медведи, все. Прямо в аэропорту есть. Очень интересный город. А когда я летал через Восток, если когда в Калифорнию летишь, и, естественно, по западному маршруту, когда в восточную часть Америки летишь. И вот однажды я был в Юстоне, и ко мне женщина на каком-то приеме подошла и спросила, ну, как вам Соединенные Штаты? Я говорю, знаете, вот первый раз в Нью-Йорк, когда прилетел, это просто какой-то кошмар. Потому что грязь, толчия, народу море. Вот эти тележки ужасно несуразные, тяжелые, заперты на замках, которые с трудом откроешь, ужас. У нее глаза округляются, делаются квадратными. И тут после этого на местном уже самолете небольшом мы прилетели в Хьюстон. Это сказка. Чистота, красота. Люди вообще прекрасные, вежливые. У ней сразу лицо стало плыть. И я обругал Нью-Йорк, похвалил Хьюстон, она весь вечер от меня не отходила. То есть наивных людей в Штатах очень много среди простых людей. Молодежь очень хорошая. Потому что мы там с Хьюстонским университетом работали с кафедрой Ларри Белла, которого мы звали Ларри Колокольчик. И с нами была совершенно очаровательная студентка, которая нам помогала на каждом шагу. То есть народ очень приятный. То есть люди везде есть, человечные. Понимаете, обычные люди везде. И они все нормальные. Да, да. Вот это мне очень важно. Наверху дерется кто? Начальники и хозяева. А обычные люди зачем отдрошутся? Вот интересно, почему наверху только такие попадают, которые циничные, которые или там какие-то правила, подковерные игры какие-то? Ну да, потому что им же надо как можно больший массив под себя набрать, чтобы его доить. И вот за это, так сказать, верхушка борется всегда. Обычные люди, вот по всему Советскому Союзу летал. Везде были друзья. Прилетал там на Иссыкуль, на Кавказ, на Западную Украину. Я там катался на лыжах в Славске. Ну, это от Львова, там недалеко, в горах прекрасные там горы. А на Кавказе, естественно, это на этом. А вы скажите, пожалуйста, как вы думаете, Игорь Николаевич, когда-то будет такое, чтобы вот по вашей модели, вот если бы было так, чтобы люди могли общаться между собой, нормально, творчески общаться, без всяких руководителей, как это вообще может быть такое? Ну, как вот. Я был, нас посылали в Израиль на лечение по линии Чернобыля. И мы там под Яфа есть кибуц. Это очень интересно. Вот, пожалуйста. И мы нас туда водили на экскурсию. Ну, абсолютно прекрасно. То есть, там есть какое-то у них производство, зоны отдыха, общее помещение, где они там все встречаются, живут, общее столовое. Кстати, очень мало пропадает, бывает остатков. Потому что сейчас, когда каждый себе готовит, выкидывают огромное количество. Даже вот на этом будет. И каждый занимается только тем, что ему лучше всего подходит, и что он лучше всего умеет делать. Одни готовят, одни стирают, третие работают, четвертые следят за территорией. И живут совершенно замечательно, дружно, и никаких проблем. Вот так люди должны жить. Кстати, к ним очень много приезжает молодежи из западных стран, им дают там пожить месяц-два, чтобы они посмотрели, что это такое. Это было вот где-то в конце 90-х, я там часто бывал, и в начале 2000-х годов. Так это как модель коммунизма, что ли, я вот не понимаю, тоже... Это больше коммунизм, это не очень понятно, что такое. А это первобытное общество, когда люди жили общинами, только на новом технологическом уровне, когда вы познали абсолютно все, что можно сделать в материальном мире. когда мы прошли вот этот этап технологического развития. Вот это очень интересно. А сейчас мы должны погружаться в иррациональную область. И там материальных интересов у человека уже быть не должно. Потому что там, где материальные интересы, там и конъюнктура, там и нажива. Конечно. Это иудейский этап развития, потому что они признали царя земного, то есть деньги. А это было рентабельно до тех пор, пока это приводило к развитию. Ведь развитие из-за чего шло? Из-за того, что человек хотел с лошади пересесть на телегу, с телеги на машину, с машины на самолет. Вместо свечки и костра зажечь лампочку, потом люстры, потом иллюминации устроить. Прогресс. Прогресс. И это обеспечило желание богатых. Поэтому Христос на первом этапе развития человечества допустил вот такой способ развития иудейский. А ислам и христианство признают царя небесного. И там основной тезис, что не можете служить Богу и мамонне. И на этом этапе служение мамонне будет отменено. Или все люди станут братьями. Как в Евангелии написано, не будет ни идея, ни эллина. Все люди будут братья. И это прямо в Израиле есть, да? Да, потому что обычным людям нечего делить. Очень интересно. Очень интересно. Я вот думаю, мы-то привыкли уже к тому, что начальник должен быть. Вот сейчас было столетие нашего великого поэта Расула Гамзатова. Я поздравляю всех, и родственников, и близких, и всех людей, которые его почитают и знают. Я дядю Расула, когда я ему показывал приемы саморегуляции, я ему сказал, держите дядю Расула вот так, и представьте, что руки расходятся автоматически на рефлексе. У него пошли, я ему говорю, что вы там чувствуете, великий поэт, который умеет сформулировать мысль словами. Он говорит, как будто начальника нет. Ну вот как удивительно, да? Так вот, что я вам хочу сказать. Мы-то привыкли, что нужен начальник, что нужен руководитель. А вот там, где вы были в Израиле, там, где люди живут, каждый занимается своим любимым делом. Да, только своим делом. Ну как они без начальника могут? А зачем он начальник? Ну вот странно, вот у меня психология, ну допустим... Ведь компьютер лучше всякого начальника. А, вот оно в чем дело. Конечно, потому что он рассчитает... Начальник-то думает, как в карман отложить, а подчиненные думают, как начальнику зад полизать, чтобы им кусочек тоже достался. То есть там искусственный интеллект, что ли? А? Компьютер, в каком виде компьютер? Ну как надо распределить все, куда сколько направить на производство того, чтобы обеспечить всех людей. Вот и все. Это лучше всего справиться. То есть у них в Израиле, там, в этом месте, искусственный интеллект управляет? Нет, там-то еще этого не было, естественно, потому что это сравнительно малая организация. А если вам надо будет сделать это в целой стране, конечно, там надо все очень точно, все ресурсы посчитать и что куда направить. Ведь компьютер, в отличие от начальника, не ворует. Вот удивительно, да? Вот слушайте, вот это позитивная сторона искусственного интеллекта, да? Конечно. Как правильно использовать. Конечно. Если правильно использовать. Такие вещи, о которых вы говорите, это новые мысли. Это новые мысли, и они борются со штампами мышления, со стереотипами. Мне и в голову такого не могло прийти, что действительно люди могут жить без начальника. Это, мне всегда казалось, вот даже выборная система. Когда община какая-то, допустим, выбирает кого-то на более высокий уровень, а уже там начинаются другие правила. Уже там начинаются подковерные игры, там начинаются... Ну, естественно, приписки и все, что угодно. Очень интересно. Очень интересно. А как сделать так, чтобы искусственный интеллект именно был вот так гуманизирован именно под эти задачи, а не для военных, чтобы он создавал новые бомбы, ракеты там? Вот как и так использовать искусственный интеллект? Это же надо вот все-таки первичное сознание. Искусственный интеллект быть не может. Это не интеллект. Это точно считающая машина. А интеллект, он способен создавать новое разум. Слушайте, друзья, пишите там комменты, вопросы Игоря Николаевича. Пишите. Это настолько интересно все. Потому что большинство из нас... Вот я был и в Америке, я был и в Канаде там четыре раза. В Италии, в Польше, в Болгарии. У меня книжки на разных языках. Но я же этого всего не видел. Я же там как гость был. А вы там были именно проникали, как говорится. Где был. Общались там. Вот, кстати, почему я к Ельцину более-менее нормально отношусь. Ведь Ельцин начал с того преобразования, он предложил ликвидировать партию и выбирать всех хозяйственных руководителей. Работаешь хоть до конца своих дней, если нормально работаешь, коллектив тебя принимает. А если чего-то украл и сделал не так, пошел вон. Никаких сроков, ничего. И все было бы нормально. И именно этого нынешнее начальство испугалось. Чубайса направили вот на то, чтобы все разворовать и устроили вот это. Ну, понятно. Я политика не забыл. А Ельцина споили. Понятно. Понятно, понятно. Очень интересно. Вот то, что вы говорите, очень интересно. А мы можем еще потом встретиться и все потом. Ну, ради бога. Поговорим обязательно. Друзья, пишите в комментах вопросы к Игорю Николаевичу, чтобы Игорь Николаевич найдет время, посмотрит ваши вопросы. И мы в следующий раз устроим встречу. До встречи, друзья.